В каждой стране социальная позиция христианина немножко своеобразна. И поэтому считать, что всюду какой-то существует единый метод жизнедействия, это было бы совершенно неверно. Вроде я думаю, что вас интересует не проблема о том, как живут христианина в Латинской Америке, где они борются за свои права вооруженным путем, или как в 19 веке решалась эта проблема в Соединенных Штатах. А как у нас? У нас, как ни странно, это решается очень близко к тому, как это решалось в античное время. Мы в какой-то степени совершили круг, вернулись к тем временам. В 3 веке Тертулиан писал, что мы находимся, он обращался к язычникам, в ваших конторах и на ваших кораблях, в вашей армии и на ваших рынках. Мы занимаем все общественные места, и всюду мы не худшие, а лучшие. Ну, может быть, он в процессе полемики немножко и утрировал, но история показала, что он был прав, потому что христиане были наиболее твердыми, честными, наиболее надежными членами общества. Иначе императоры, которые вынуждены были признать христианство в начале 4 века, этого бы не сделали. Для них были другие, более удобные религии. Была в то время религия Сол Инвиктус, неприбедимого солнца. Это было почитание солнца, которое было философски осмыслено, которое имело свой такой приятный ритуал, очень распространенно среди солдат. А вы знаете, что римская перья в то время, как говорится, находилась во власть военных. Армия решала все. И были даже попытки государственным путем религию Сол Инвиктус, неприбедимого солнца, установить. Был Галианн Отступник. О нем есть замечательная пьеса Ипсона, Кесарь и Галилея. Некомендую всем расчистить. Тем не менее, императоры не взяли этот выгодный, безусловно, государству, любимый в армии, легко усваиваемый в обществе. Что здесь собирало роль? История показала, что именно то, что христиане казались лучшими, все-таки из людей своего времени. Пожалуй, вообще на этом можно было бы уже закончить. Потому что это и есть ответственный вопрос. Мы должны оказаться лучшими. Хотя это довольно трудно. Хотя проще говорить, что у нас есть свои идеи. А вообще, поэтому мы не хотим делать того, мы не хотим делать этого. И представим себе, если какой-нибудь водитель поезда сказал, «Ах, какие у нас и безобразие, я сегодня врежу свой поезд куда-нибудь в столб или еще что-нибудь». Значит, неудовлетворенность некоторых ли существующим порядком не оправдывает их неисполнение того долга, который он обязывает вам. Родительский долг, воспитательный, профессиональный долг, человеческий долг и так далее. Схема эта трудна. Почему? Потому что существует две крайности. Одна крайность – стать как все. И тем самым потерять всякую свою духовную специальность. Другая – противопоставить себя всем и превратиться в секту брюзящих аутсайдеров. И то, и другое – достаточно легко. Всякий бездарный человек легко становится превращающим аутсайдером и говорит, что все кругом негодяи, а вот если бы не дали, мы показали бы. Но на самом деле он еще не мог показать. И счастье этого человека, что ему не дают хозу. Если бы дали, то он бы был в десять раз хуже. Иных, кто нам не нравится. Значит, это наша средняя позиция. Разумеется, у вас могут возникнуть проблемы. Неблагоприятные устройства в наших профессиональных структурах. Больницы, антиботов, перекуски. Здесь нет общих рецептов. Надо всегда сказать, как я могу выполнить свой человеческий благословик. Все. В какой мере? Ну, нет такого компьютера, который выдавал бы вам всегда точный ответ. Советы. Да, этого нет. Надо сказать, что Евангелие не построено в виде викторины. Там нет. Как быть мне, если я должен работать хорошо, но если я буду работать хорошо, я буду снижать план, подведу я свое предприятие. А если я буду работать плохо, зато я выполнил план, но зато я подведу в целом обществе. Вот это, так сказать, опор я, выражаясь в философском языке, антиномия, мы не призваны ее решать. Для этого существует компетентный орган, пусть у них болит за это голова. Наша задача выполнить свой долг, и тем самым мы можем помочь обществу так, как мы ему можем. Значит, не аутсайдер, не полностью мимикризированный человек. Вот какая трудная задача. Это неустойчивое равновесие. Почему баланс? Потому что жизнь организма – это баланс. Раз разбалансировался, все, он попадает в больницу. Жизнь любого механизма – это баланс. Разбалансированный механизм, его надо или уйти, или чинить. Состояние души разбалансировано. Объяснять вам не надо. Вы это знаете. Таким образом, все, включая движение Солнечной системы, лично, пути и другие устройства, связанное с определенным балансом. И это трудно, но это так устроено. Кстати сказать, это всегда требует творческих усилий. А то ведь можно было сидеть просто. И если бы на все были ответы, то надо бы просто нажимать кнопку, и сразу выдавался ответ, и ты делаешь. А сам сидишь в себя поплевнуешь и пьешь безобидный морс. И все. Я думаю, что это вполне, так сказать, ясно. Ну, конечно, там, могут сидеть в русских, там держать себя на собраниях, там еще. Это частности. Ваши люди видели в вас людей принципиальных, как у нас говорят в народе самостоятельных и справедливых. Есть такие хорошие. Да, очень хорошие. Да. Человек, на котором можно положиться. Вы знаете, что у нас в обществе распространено? Это совершенно не зависит от социальной структуры. Это корениться в пороке культурной традиции. Культурная традиция, все это народы имеют свои пороки. Какое у нас есть? Ненадежность. Полная. Человек может тебе говорить одно. Да совершенно. Это все равно, чтобы он не говорил, потому что он не выполнил. Ты смотришь ему в его светлые глаза, прозрачные. Он в этот момент верит. Он переступил порог, он забыл вообще, что ты существуешь. Это ненадежность, это безответственность, это несобранность, это вообще бездна источников для всякого рода халкора. Это порог. И, по-видимому, с этим надо бороться. Значит, друзья мои, мне придется соединять записки, касающиеся темы Библии, с другими записками, которые касаются самых разных вопросов. И мы должны с вами договориться и условиться, что у меня нет вопросов, как бы, тайных, сокровенных. Вы можете действительно спрашивать, о чем угодно. И только в том случае, если я не знаю, как ответить, я вам скажу честно, что мне ответ неизвестен, или у меня нет своего мнения ни от чего. Так, есть ли информация о том, что Христос во время скорого второго пришествия принесет с собой новую универсальную мировую линию? Что вы об этом думаете? Я думаю о том, что когда Он пришел первый раз, Он уже принес эту новую универсальную линию. И она живет и теперь. Каково ваше мнение о Балавадской тайной доктрине? Насколько законно было отлучение от церкви? Совершила бы церкви так в наше время. Если нет, то собирается она исправить этот свой жест. Можно ли, в принципе, отлучить человека от церкви? Вопросов много. Вы извините, если я буду отвечать предельно лаконично. Иначе я не отвечу на половину вопроса. Значит, мое мнение о Балавадской, это исключительно талантливая и интересная женщина. Она пыталась популяризировать оккультные доктрины Востока на Западе и в России в том числе. Ну, собственно говоря, она в большинстве в свое время жила на Западе и в Индии. Но мне кажется, что ее доктрина вторична для того, чтобы понять красоту и величие индийского предвосхищения высоких ступеней веры. Для этого достаточно обратиться к упанишадам, к сутрам, вообще к подлинной традиции. Церковь не отлучала от, значит, Галавадской. Более того, когда была открыта в России общество Теософское, основное, собственно, Галавадской, правда, уже после сни. То местный священник Калуги, это был цесарь Теософский в России, даже отслужил молитвами на открытии этого учреждения. Правда, он того же смотно себе представлял, что это такое. Можно ли, в принципе, отлучить человека от себя? Вопрос сложный. Но то отлучение, которое практиковалось в очень редко, оно означало, что человек в дарной общине нету язык. Что он с ней расходится по принципиальным взглядам. Знаете ли вы, что эти книги алисты были в освящении человеческой солнечной? Не знаю. Трактат о Семен-Лучах? Тоже не знаю. Будет ли русская православная церковь поддерживать образовательные отношения современным акультам и Теософским группировкам? Если они реализуются, как она поддерживает отношения с предстоитами других дел? И он по-прежнему считает, что все они без разбора от дьявола, педагогически откажутся иметь с ними дело, как было в девятнадцатом веке. Это такое научение разное. И отношения единого к ним быть не могут. И мне кажется, что в этих поисках есть много от возврата к каким-то минувшим ступеням духовной эволюции человека. духовного пути человечества. В чем-то, конечно, мы найдем всегда общий язык с теми учениями, которые поддерживают этические и мистические принципы христианства. Ну, скажем, в доктрине Вивикананды, об хакте, хакте йоги, конечно, мы найдем много общего с христианством. Но представление о, так сказать, кришне как стоящем над этикой, здесь очевидно будут сложности. Но я уверен, что подлинное взаимопонимание всегда возможно. Терпимость и интерес друг к другу, это должно быть целью человечества, а не поношение, проклятие, отлучение. Я могу, вот скажем, антропософия, есть такое учение, я его не разделяю совершенно, но я отношусь к нему с уважением, с большим интересом. И то, что в нем меня привлекает, это может быть 5%, но все остальные у нас по 5 лет. И это нисколько меня нет. Равнозначно ли по силе воздействия вода, освященная канун дня крещения и в день крещения? Да, равнозначно. Это народное суеверие, что вот утренняя вода, она лучше чем-то, это невероятно. Распространенность суеверия. Каково значение церковной обрядности для высокообразованных верующих мирян? Обрядность нужна для всех людей, потому что она связывает нас с жизнью, с проявлением наших чувств. Я уже говорил не раз, и может быть даже вот многие, кто был на нашей встрече, я же говорил, что когда мы хлопаем, свистим, пожимаем друг другу руки, обнимаемся, это все обряды. Это все обряды. Как без этих знаков жить? Военные отдают честь. Это тоже обряд. Другом обряд. То есть человек, как духовно-телесное существо, свои чувства проявляет и во внешних действиях. Поэтому для того, чтобы нас лишить всего этого, надо лишить и тела, и всех эмоций. Считаете ли вы, что русская православная церковь за годы гонений очистилась? Сложный вопрос. В том смысле, что остались служить ради веры, а не ради корысти. За годы гонений и служителей не осталось ни тех, ни других. Надо сказать, что к концу старинского довоенного периода, значит, мои собратья были почти все либо в тюрьмах, либо уничтожены, либо лишились родины. Поэтому проблема очищения так не стоит. Хотя, теоретически, многие так считали. У меня и с детства так учили. Что раньше люди ходили в церковь, потому что так было принято, а теперь вот они ходят по убеждению. Хорошие слова. Я был бы рад. Но в то время, когда протекало мое детство, уже и по убеждению ходить было нельзя. Так что, все было наоборот. У нас не было сверстного государства, где церковь ватеринат государства. А был сталинизм, который играл роль единственной веры, единственной церкви. Вот. К счастью, от этого сна разума теперь мы освобождаемся. Все-таки, в конце, в начале 20 века, церковь так себя скомпрометировала в глазах русской интеллигенции, что эти особые учения реликов, и нам появилось понятно, в чем, ни в чем не противоречит основам мировых религий. И многим моим современникам мне тоже это вообще помогло вернуться к христианству. Ведь какое время мы росли. Религия – это ложь, внушали нас с детства. Да, я согласен, что всякая духовность, она человека может пробудить от спячки. Каждый человек, в какой-то степени, повторяет на своей судьбе историю мировых религий. Каждый имеет свой меткий завет, свою индийскую философию. То короткий период, то более длинный. Тем не менее, что-то в этом есть. Поэтому здесь ценность была несомненной. Я знал людей, которые под влиянием йоги, в конце концов, продвинулись в духовку. Что касается церкви, то она была настолько огосударственна, настолько была прикована колесницей государства, настолько оказенена, что это происходило. И лучшие представители церкви пытались с этим бороться. Поднимали голос, но уже было поздно. У меня умер муж и родители. Когда я уйду в тот мир, встречусь ли я там с ними? Буду ли я знать, что на земле оставил своих детей? Я убежден на основании многих свидетельств, что на моих руках умирали десятки, может, сотни людей за годы моего служения. И они очень часто видели родных своих, умерших, не каких-либо, а именно умерших. Не доходящих в другом городе, а именно тех, которые как-то не приближались. Они их звали, с ними разговаривали. Значит, после разрушения тела, наши личностные моменты, в том числе привязанность, сохраняются. Существует поговорка, от судьбы не уйдешь. Верите ли вы в судьбу и руковую неизбежность? Например, то, что каждый человек сужден умереть в строго назначен для него Богом день, независимо от обстоятельств. Я не думаю, иначе все было бы слишком жестко запрограммировано. И не было бы никакой свободы у человека. Конечно, судьба есть. Это наследственность, это условия жизни, это воздействие на нас в природе, это структура нашего характера. Но это не роковое. Почему-то не роковое. Потому что, если человек скажет, да, вот у меня такой характер и все, это значит, он сдался перед роком, он создал свою судьбу как хозяйку, как владычицу. Между тем, Бог призывает нас в борьбе к осуществлению самого себя. Поэтому, фатализм, впрочем, я так скажу, по вере вашей, да будет вам. Кто верит, что никуда не уйдешь, так и будет. Но кто бросает вызов судьбе, тот побеждает. Чем, по-вашему, определяется внутренняя свобода человека? Первое. Возможностью как можно более полно реализовать заложенные в нас внутрь духовные потенции. Второе. Свобода от того, что нас порабощает. От страха, от абсолютного господства физических влечений. Человек, который не может им контролировать, он рам. Ну и, наконец, уже внешняя свобода. Внешняя свобода – это совсем другое. Это обстоятельство. Но если человек внутренний рам, то никакая внешняя свобода ему не поможет. Церковь не разрешает развод. Но ведь известно, что даже церковный брак не гарантия истинной близости супруга. Знаете, когда я венчаю, я говорю, что фирма гарантии не дает. Но у меня есть маленький списочек условий, которые я даю жениху, отдельно в конверте, невесте и обойду. И говорю, что при строгом соблюдении условий фирма почти дает гарантию. Но и когда у нас браки разрушаются, каждый раз я проверял, они нарушаются условиями. Там есть очень простые вещи. Теперь венчание – это церковный брак. Это вовсе не волшебный акт, которым мы как бы страхуем себя от расхода. Что такое брак? Это искусство любить. Искусство быть открытым друг другу. Искусство чувствовать в другом, женщине, мужчине, бесконечную ценность. Ту ценность, которую мы переживаем, как свое собственное «я». Это второе «я» альтер-эго. Это непросто. Человек любит только самого себя. И вдруг открытие, величайшее открытие. Человек находит второго, за которым он болеет так, как за себя. Если кто-то там больно, ему больно тоже. Если кто-то радует, он радуется с ним. Это значит, личность впервые выходит из тюрьмы своего «я». Но это процесс. Это труд. Это серьезный труд. Он начинается еще на браке. Ирода, и воля Божия, дает человеку здесь вспомогательные силы, влюбленность. Когда каждый жест, каждое слово, каждая физическая черта любимого существа становится... То есть, конечно, дорогой. До глупости. Вся-таки дорогой. Тут могут нравиться даже не до старых человек. Вот эта сила вспомогательная, она не дает как бы теми подъемами, которые Бог дает человеку, чтобы он начал этот путь. Потом рождает себя больше. Потом, когда люди живут долго в месте, когда они согревают друг друга мыслью, взаимопониманием, чувством, когда они поддерживают нашего главного врага, эгоцентрисность. Не эгоизм будет даром, а эгоцентрисность. То есть, ячество. Мертвое ячество. Посмотрите на все распаршившиеся семьи. Это всегда создавали эгоизм. в левую плосу, там и неудобница, и он говорит, и она говорит. Они в это время только думают о силе. И какой величайший, какой обряд, какие церкви могут связать двух эгоистов, которые перейдут друг от друга. Это истоки и все. Поэтому церковь разрешает разговор на самом деле нашей церкви, восточной, православной. Эгоистическая церковь, следуя кухне в священном писании, дает развод крайний случай, практически не стараясь, чтобы его не было. Это довольно жесткая мера. Вы помните развод в итальянске был в свое время такой физик. Но надо сказать, что прагматично, практично эта мера все-таки что-то дает. Этот мир подобно жесткому уголовному закиродальству, которое борется с преступницей. разумеется, настоящая борьба должна быть внутри, в нравственной жизни человека. То же самое, как борьба с разводом, это этический нравственный процесс, это искусство любви. А уж запрет на развод, это аварийная такая мера. Блаженный нищий дух, что это значит? Довольно часто спрашивают, потому что иногда считают, что нищий дух глупый человек. Нет, это не так. Традиционный библейский символик это человек, который не придает материальному богатству какого-то большого значения, который избирает свободу от вещизма, от уз вещей. не потому, что обозгодил себя в вещах, а духовно, то есть зазнательно. Второе значение. Человек, который чувствует, что он не имеет духовных дорог, он их желает, он их хочет. Самое страшное, когда человек уверен, что с ним все благополучно, что он уже имеет все знания, имеет весь опыт, что этот человек вполне духовно богат, это непробиваемые толстокожие существа. Их невозможно пробудить от духовного сна. Вот тот зачувствует, что мне не хватает, что я хочу приобрести это духовное нищие. Это высокое понятие. Это поэтому Христос сказал, счастливы нищие дух, те, которые просят дух, они получат душа человека до рождения. Насчет существует несколько точек времени, я председаю следующее, что с самого начала Бог создал единую душу человека. Одну, только одну. Одна, это и есть все мы. Одна душа. и когда новое тело появляется, от этой единой души отделяется некое личность, которое связывается с очередным телом. как наш организм человеческий един. Вот мы все люди связаны с генетикой, мы все дети, так сказать, одного древа человечества. Мы все ветви на этом древе. То же самое духовное я является ведьмями на древе единого человека. Но есть мнение, что душа человек каждый раз творит с каким-то особо магом. Я не думаю так, потому что она в это творилась чистой или свежей. А поскольку человек уже с детства наделен страстями, значит, он слишком тесно связан с общей душной человечеством. А потом заметим, сколько раз бывало в истории людей, когда в странах отдаленных друг от друга сотнями и тысячами мерз, культурными перегородками возникали аналогичные явления, аналогичные учения, сходные движения, существует поле, единое поле человечества. Вот это и есть Адам. Адам это не просто какой-то предок наш, а это мы все. Как говорил поэт Вячеслав Иванов, когда поймут, что Кришна знал и Галатама, попробудившись по ужаснувшимся звездам, когда поймут сыны Адама, что в них единый жив Адам. И у него есть прекрасный образ, что после падения Адам спит, и ему снится сон, вся история человечества с ее ужасами и драмами, и потом он просыпается, и он один. Он один под сенью этого вечного древа. И в нем все мы. Сказывается в конфликте армян и азербайджанцев различия в религии. Содержится ислам своей религиозной доктрины борьбов с иноверцами. Каждый ограниченный, фанатичный, нетерпимый человек, будь он мужемальный, православный, иудаист, суббот, имеет тенденцию к нетерпимости. Адам есть такой степень. Но, пожалуй, единственное исключение составляет буддистов. У них принципиальная разница в терпимости, но это по совершенно особым причинам. по такому, знаете, всеядному пониманию истины. Но в большинстве случаев люди, возьмите, вот Индия, страна терпимости, какие там происходят конфликты, ситки там и так далее. Это лежит в природе человека, в падшей природе человека. Это не связано с сутью вероучения, ни христианского, ни мусульманского. Един Бог, единая истина, и человек должен быть человеком. Добро должно быть превыше всего. Кто-то любезно поздравляет с праздником. Сегодня праздник Крещения. Благодарю вас. Если можно, расскажите о нем, пожалуйста. Праздник Крещения когда-то был одновременно праздником Рождества Христовы и Крещения Христа верно. Слово Крещение здесь употребляет условно. То время, когда Христос пришел на Иордан, этого слова не было. Было в древней львии слово Хила, означающее омовение, священное омовение. Когда язычник, поглонявшийся от Бога, хотел перейти веру истинного Бога, то есть войти в иудейскую общину, он принимал священное омовение к виллу. Так вот, появился Иоанн Креститель, 15-й год правления императора Тиберия, где-то около 27-го года первого века нашей эры, и призвал народ к совершению этой веры, этого омовения. Разумеется, многие могли оскорбиться, потому что они считали себя правоверными, религиозными, благочестивыми людьми, а им предлагают пройти через обряд, который должны были совершать неосипы истины. Но Иоанн говорил, что наступает время спасения, является мир Царства Божьим, оно становится реальностью Земли, и мы должны приготовиться к покаянику. И вот обряд он создал в общем известный уже на Востоке и в Израиле, люди выходили в третий ордан, каяли в своих грехах, Иоанн обывал их, и этот обряд символизировал прощение грехов. И вся страна приходила к Иоанну и совершала этот обряд. Каялись солдаты, сборщики налогов, простые люди, приходили даже ученые-богословы, которых Иоанн, признаться, довольно сурово прогнал. Приходили люди, которые думали про себя, но боялись толпы, что зачем нам этот обряд, когда мы правоверные израильтяне, что нам нужно? А Иоанн говорил, змеиное отродье, вы думаете, что Бог не может из камней создать сынов Авраама? Не думайте, что вы сыны Авраама, что одним происхождением вы можете ванить царство Божие. Это его насловные слова, потому что здесь за греческим детском стоит арабейская древняя созвучие слова сыны и камни. Это очень мудрые слова. Если бы Иоанн Христитель больше ничего другого не сказал, он уже пошел в историю человечества как великий широко мыслящий учитель. И вот пришел Иисус из Назаретной Лиции. Не мудрец поддерживаемый какими-то официальными словами. Не пророк, который проповедует в храме. Не священник, не богослов, не представитель той или иной власти, а просто плотник из маленького галилейского городка, и в этом был его статус. И он идет и вместе с этими грешниками входит в воздух. Когда Иоанн говорит, что ты должен меня омыть, крестить, сказал, допусти, теперь так должны исполнять нам всякую правду. Он должен был соединиться с грешниками для того, чтобы быть к нам ближе, максимально близко, ничем не превосходить нас. Вошел в эту мутную воду древней реки, вокруг которой совершал столько событий священной истории. И когда он вышел из воды, он увидел в день. Это единственный случай, когда евангелисты говорят о внутренней жизни Христа. Они никогда не затрагивают этого, не описывают его мысли, не говорят о внутренних диалогах, они рассматривают его как издалека и извне. Но тут они отступают к правилам. И он увидел Духа Божия, сходящего на него, и голос услышал говорящий. Это мой Сын возлюблен, который мое благодоление. Так вот в этот день, с этого момента Христос из плотника не ведал никому, даже ближайшим людям, соседям его пастелку, которые думают, что это просто обычный ремесник труд и происходит что-то наивственное после того, как он уходит в пустыню и с пустыней он выходит в галилейские поля и возвещает народ. Пока приблизилось Царство Божие. Вот она уже здесь. Так начинается евангельская история. И вот этот день, как бы посвящение Христа заслужение, мы и празднуем здесь в Бога Евгения. Все из вас, которые когда-то прочувствуют все зрители, вспомните, в давно закрытой Третьяковской галереи есть картина Александра Иванова «Явление Христа народа». Вот там изображена эта сцена. Иордан, люди разные, солдаты, старики, молодые люди, ученые, сомневающиеся, смеющиеся, смотрящиеся надежды, рам с веревки на шею. Все смотрят туда, куда показывают пророк. И там идет Иисус по дороге, приближаясь к веревке Иордана. Вот этот момент в мировой истории так влек Иванову, что он посвятил многие годы изображения адолесцем. Из ваших слов следует, что есть вопросы, которые науке следует заниматься, и вопросы, которым научный пасхот не применит. Как отличить эти вопросы? В общем, наука сама свои границы довольно четко может заметить. Когда вы, скажем, слушаете музыку, что может сказать ученый? Или вы смотрите на ту же картину, допустим, Ивану. Подходит науке, она может определить химический состав краски, полотна. она может точную дату назвать, когда была написана картина. Она может дать сведения из жизни художника. Она может рассказать, какие исторические факты на картине запишены. Но непосредственного переживания красоты наука дать не может. наука безнравственна, не противонравственна, поймите меня правильно, она безнравственна. Для науки все процессы равны. Потому что она рассматривает все объективно. Для нее, скажем, ну вот физиолог. Физиолог изучает пищеварение, скажем, так? Он одинаково изучает пищеварение добродетельного человека и негодяя. Потому что помнишь? Тут все это одно и то же. В ней в Новом Завете исток в альцимитизм элементов. Подключаю. Это все приняло значительно раньше в Новом Завете. В Новом Завете писали про мелуки евреи. И не два ли они могли выразить альцимитизм? Альцимитизм происхождение античного язычества. Вся его идеология была создана до наших лет. Поэтому с ним утрополинизировали. В нем была своя литература. Боли свои идеологи, в частности известный египетский писатель Маникон и Афимон. Два таких было литература. Альцимитизм родился в эпоху эллимизма, когда единая цивилизация стала общей для всех и люди хотели наставить всех, мыслить одинаково, одеваться одинаково. И те, кто исследовал, они вызывали неприятие. Почему они живут не так, как мы? Так же и случилось. Каково отношение Церкви и Вернии Божьей Матери к Батире, урославие и души? Наше церковное руководство не дало ответа на эти вопросы. Какие пророчества ввести при их кисне? Трости надлом или перелог и спасет народа за слов железа? Я думаю, что уже в этом вопросе есть ответ. Христос, конечно, осуществил себе пророчество о том избавитель, который приходит без насилия. И когда потом пророк говорит о великом завоевателе, это отзвук первоначальных представлений о Мессии, еще политических, еще грубых, еще земных. Второе. Деволюционированный Бог откарался всемирного потока, искупитель и жертвы сыра, или же менялась представление человека Аминь. пропуск в записи, вознивший во время перестановки кассеты. Но одну вещь важную должен подчеркнуть, что история подобной была записана в Библии очень поздно. Это достаточно поздняя часть в мире. Когда люди уже понимали, что Бог не может быть так человекоподобен, не может закрывать окна и открывать это несоответствие. Это образ. Образ очень существенный. Он показывает нам, что мир, если человек не выполняет своего призвания, он возвращается к своему изначальному состоянию, к хаосу. Библия вовсе не рассказывает нам об одном из увольнях. Их было много, может быть, были очень крупные, но это проблема геологическая. А есть другая, есть картина. Либо человек действительно сам природный, либо он делает мир бессмысленный. Вопрос третий. Если он есть Бог и Бог. Бог один кесарь немного. Были экземпляры, вроде Нервона Сталина и кесарь, был когда-то мудрый царь Саломон. Означается иваженские лечения универсальной формы. Воздайте каждому по заслу. фразы. верно что фраза вот эту крестовую кесарь и кесарь всегда вырывает контекстом и толкует ее слишком расширительно. Она совсем от другого говорит. Совсем от другого. В то время иудеи находились под политической властью Рима. И лимлянам в России платили дань не священные монеты жертвы, а платили дань именно римскими деньгами с изображением императора. Враги Христа хотели подловить его спрашивая нужно ли платить эту пользу. Если бы он сказал как говорили в Истерии и взяло ревнись и нужно платить они могли бы его вынать как мятежник и заговорщик. Если бы он сказал нужно платить они бы объявили перед патриотами то что он стоит на стороне коллаборантов. Но он сказал дайте себе монеты дали монеты притаж императора теперь он сказал вот это его отдавайте ему его а божье бог а что лежит бог все сердце человека не монеты не ту тань которую мы платим каким-то образом внешне а бог прожить все и поэтому здесь вечные мысли состоим не надо их так расширять бог пролежит сердце человека сыне дашь мне сердце твое говорит бог священности это самое главное а кесарев кесарев день почему Иисус заплакал умершего лазера зная что воскресит он плакал над смертной мучестью всего человеческого рода и мы хотя не верим в то что человеческий род будет возрожден и изменится все равно не можем унижать слез и в заупокойных молитвах есть такие слова которые я повторяю каждый раз когда отправляю последний путь в прах в кости человека в ревность лакшу и льдаю никогда получаю смерт и визу в огроме лежащую по образу более созданную красоту безобразную славу и мощную виду в самом деле это ужасно когда разрушение торжествует на жизнь когда разрушение торжествует над телом над телом богоподобного человека которым горит дух и среди действия мы не можем мы всегда протестуем против этого это всегда должно называть протест для христианина смерть есть симптом господства деструктивных темных пьяностей сил неразначенных царство божие это то что одолеет и одолевает смерть христианство не говорит о бессмертии души о котором учили греческие пилосы индейские и так далее оно говорит о воскресении и возрождении человека в этом наша надежда в этом чайнии в символе веры христианской церкви который мы поем за каждой литургией в этом символе веры который произносит человек христиан христианской церкви там ведь не сказано верю в бессмерти души да в это верят и платон там сказано чаю воскресения ветра и жизни будущего века если эволюция живых существ идет без жаростного уничтожания отдельных представителей животных растений в двух эфициальных то большая здесь сама жизнь понимаете древо жизни огромное древо жизни поднимающаяся с серого океана но мы это совсем другое для Творца важна каждая человеческая личность она является бесконечной ценностью превосходящей все в творении именно личность создает симфонии философских систем именно личность создает всю культуру не массовая не безличная не статная не обчиненная стихиям толпы а личностное движение человека личность это великое и она будет вечности преображаться эволюция увлечет всех нас каждого преображая нас в том виде в котором мы задумали вот эта цель а пока мы не можем плакать и пахать и рыдать поэтому христос христос твоего гроба на подав у него были слезы какой процент божественной неверующей церкви дает государству и за что процент не могу сказать мы отдаем налог государству который дают лично служители церкви а за что это вопрос не открыт я сам могу сказать да что в какой степени решаются теоретические страны очень непохожие как у нас совсем непохожие даже страны нельзя ну скажем в католические церкви там в приход входят конкретные люди допустим вот вы бы были мой приход так каждый из вас вносил бы там какое-то ежемесячное отчисление маленькое из этого складены средства для ремонта храма для всех нужд храма и так далее не надо было ничего брать но это совсем другие условия зачем Бог всемогущий нужен был сын Бога человек сын это слово условное в человеческом мире сын это существо родившее от такого рода существа и не более чем просто иного не было человеческого слова чтобы показать близость а для чего это нужно но я не буду брать методическую высокую роличную онкологию который является Сталиным а я возьму простую вещь как может вечность войти с нами тогда только приближ нам стал человек вот как вели солярис в парковском когда океан этот выставщик захотел общаться с людьми он должен превращаться в человек против расчета заглупил вопрос что такое при ой это не было если выгадали времени больше не будет то значит что время возникло вместе с миром такова битвейская не только научность время и пространство являются континуумом то есть чем-то именно почему в книге брезья ничего не говорится о знании и пространстве времени потому что там уже сказано день вот это появилось это уже рождение времени потом там сказано что появились эффектива для размещения времен то есть время связано с космическим круговоротом имеется ли наш вопрос какой-нибудь смысл имеем посмотрите книгу Глажена Агустина Исполе Агустина много организовалась и есть перевод новой изданной у нас в Грошовских трудах Агустина много и интересно пишет о загадках времени что означает слово евреи ведь не национально предотвежит сам Агти в разные периоды по-разному дело в том что где-то в 19 веке до нашей эры евреи назывались люди которые пришли за нового берега очевидно с берегов к Северной и Франции предстоящей Агрины это не было этическим названием а скорее как прозвище пришельцы оттуда и древние сервизиане никогда этим словом себя не называли потом израильский этнос разделился на израильские иудейские иудеи были небольшой частью израильский этнос покину в результате нашествия ассирийцев которые разрушили их столицу и весь народ угнали на жюки остались родные иудеи и с тем пор словом было иудеи так уже и осталось а потом появилось параллельно словом евреи как бы пришедшие требности обозначающие этот этнос но довольно туманный этот термин как бы вообще многие этнически понятия мы знаем что вот если бы у нас разнять успока и прочее что многие люди не знали какого не предсказали народ это прежде всего сумма депрессионов и продукт культуры все же источник культуры если мы будем думать что происхождение по крови влияет на это то мы бы ошиблись и разрушили культуры либо тогда бы мы знали из русской литературы скажем пушкин за то что у него предок был гасиоп литератур за то что у него предок был шокландец я за то что у него тоже мать была немка ветра по той самой причине и так далее это можно сказать как много в русской и мировой истории людей предки которые были весьма различны если вы говорите что лучший русский поэт это не значит что вы бы глупо скажем полуэфеовский поэт у него можно шире чем певод линию там чекер певод поэт тот язык на котором человек пишет дума и тот является его языком он заносит вклад в свою культуру Александр был тоже у него отец был позненемец или совсем немец я очень помню сейчас но он же русский поэт в чем принципиальное отличие иудаизма от христианства иудаизм он не следует называть религией которая существовала до христианства но христианство стал деться и завет неудив неудив истина если иудейство вырастает на него больше христианства и вскоре после него иудаизм разница иудаизм опирается только на веке и завет плюс целый ряд священных книг которые возникли после новозаветного времени так называемой коммунической трактуры это мишна толкования на обряды различные это гемара фе-гемара левонская иерусалимская это собрание ведет сказаний получения и обрядов и другие подобные же книги преимущественно обрядов города естественно главное различие не только в обрядах потому что обряд всегда меняется а в том что для христиан отмечают при времени благосквальчивость и висок христа юнаизм современный не одна разница есть информированный есть более традиционный и так далее обязательно женщин сделать не нужно быть по кругу головой откуда это обычный это обычный древний условный но чтобы не смущать здесь традиционного успеха лучше это делать как объяснить быстрее для ребенка что такое совесть она зависит от того что за ребенок есть восемь лет такие что немного очень серьезные самое главное не надо ничего приезжать нас говорят простые языки как вы сами думаете ребенок поймет а фальш он почувствует сразу что углавит цель упадет в духовной жизни физическое физическое жизнь физическое развитие это то что укрепляет наш физический потенциал а духовная жизнь это то что дает возрастать и укрепляться нашему духовному потенциалу на поле проповеди крестов говорит о том что молиться надо у себя в комнате закрыть дверь он же говорит все двое или трое собранные моими ясными дни таким образом уимененные молитвы и общественные не исключают а дополняют как как вы относитесь к польщикам гердяне польщик гердяне николай Александр гердяне да некоторые из вас это именно новое но я буду счастлив что в течение этого года люди узнали о нем наконец впервые после за многие годы выходит Томик должен быть в качестве отношения к вопросу к философии Томик это был гениальный блестящий разносторонний мыслитель мыслитель имя которого в Европе с нами гораздо лучше чем у нас существует в хердяне конгрессе издают собрание насчинений переводится на различные языки в гнике хюмчера мыслитель нашего времени переведенный у нас есть русский как только алистердяне я думаю что в ближайшем будущем будут и вчера и передачи телевизора и все это будет откровение англогослов не используется выслуживание почему правда или что она долго не выходила на заветный канон правда это не очень древний но она настолько скверобразна настолько отличалась мышлением как нашел времени что было много колебаний и она с трудом прошла от этого поэтому собственно говоря она и не употребляет в честь Марии нет это его родственник либо дети Иосифа от первого брака либо двоюродные братья Иисусы в древности слово брак широко что кто не знает где кто не знает как это понимать потому что постичь бесконечность постичь вечность божественная наше вражебное состояние хватит можно представить себе ну хотя бы пару посев воображений нет даже пространство очень трудно себе представь постепенно огромное расстояние космическое поэтому мы можем оборваться не только в его премьере но и в оградении честных пророков мудрецов и в лице Иисуса Христа как вы относитесь к обществу сознания Кришны это по-прикому родитель один из родных слов индуизма у нас я конечно благословаю не терпимо но Кришна как металлогический спаситель возникший в определенном русской древней индийской религии является правом образа Криста который есть реальный реальность пространства ну попробуйте кого-то позже еще будем вы много говорите о протесте несогласии человека в том числе даже со смерти но разве смирение и перед лицом смерти и умирение сущим не есть соответствующие родители ну а представление написать смирение это глубокая активность принятие того что есть но это не значит принятие веренчество за злом а смерть есть зло парадоксально теоретически очень сложно сознание человека должны соединяться мудрое спокойное принятие факта смерти и одновременно с его неприятием пониманием что этот факт является злом как говорит бог смех не сводил значит это есть нечто противное его воле вот сверение не надо путать с конфронистным сознанием конфронистное сознание нам все говорит прогноз но это не сверение так ну давайте одно последнее одну одну я беру как карта так сказать наугад наугад возможно ли по вашему мнению ближайшее время создание школ или групп для детей в интервью для обучения законов я думаю что это возможно но не ранее чем будет одно новое законодательство оккульта которое нам обещано еще прошу неоднократно поступав об этом говорил наш председатель советов председателя министров ну как бы министр культа вот он и его комитет очевидно соответственно комитет и различными органами готовить новое законодательство мы имеем законодательство сталинское репрессивное сказать что устоевшее это значит сказать очень мало оно не соответствует ничему оно не соответствует тому понятию демократическому обществу которое мы теперь стремимся возродить в нем только одни запреты обмекаемые фразы которые можно услуговать всегда только против и константин Николаевич Карчин приятно сказал что это законодательство подбирало подбирает только вселенную декрет о свободе совести на это улетел за внимание и это праздник это праздник и а от от до 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 Продолжение следует...